Представляете, я истинный магнитогорец. Я родился в городе Магнитогорске, в третьем роддоме, на улице Шишко. Но в определенный момент меня отсюда увезли. То есть я посмотрел север, вот. А потом вернулся, в 78-м году. С 79-го года я начал смотреть, что такое строят гаражи. Помнится, был такой переход, назывался, он очень-очень далеко делается, стоянка 25, помните? Это за горой Пугачева, туда еще внизу. Мы ее строили. А затем уже вот это место. Я это место помню. И, честно говоря, до сих пор здесь у меня гараж. Куда я приезжаю, объясняю. Видите, за моей спиной вышка телевизионная. Вот отсюда до ближайших транспортных средств, в принципе, не так уж и долго. 250 метров. И вы можете отсюда уехать. Но что я здесь вам сегодня демонстрирую? Вы понимаете, да, что это такое? Вот. Мы смотрим вот сюда. И на этом входе мы видим установку газобаллонного оборудования. Представляете, да? То есть особых проблем-то и нет. Я до сюда ходил, ну, наверное, сколько? Вот 41 год. С 83 года мы здесь сделали гараж. Представляете, да? Я ходил из ВАЗ-2101, он у нас здесь стоял. Потом здесь машины ставил. Но никто бы не знал, что здесь ставится газовое оборудование. А теперь оно ставится. А мы узнаем результат, цену вопроса. Я еще раз объясняю. Так, чтобы вам добраться до места, дел-то особо никаких нет. 250 метров на восток. И все. Мне в действительности хочется видеть, как люди работают. Я-то помню редкие мгновения, когда пыхтя на сопелку я показывал людей. Но на сопелке нашей работает 25 тысяч человек. А что остальные? В большинстве случаев работают. Видите, как у меня-то и получается. Дом-милый дом, и это часть работы. Автостоп, и это тоже часть. И мне, конечно, понять-то тяжело. И я захожу на сервис, и показываю работу. Кстати, удовольствие недорогое. Но надо понять, когда тебе говорят, а лучше показывают, это другое дело. Но в городе много мест, где люди ковыряются с автомобилями. И тут не самый факт, что везде чисто. Но постойте, я пролазил дом, ну от горшка до вершка. Тоже с МНЛЗ. И что такое? Люди пыхтят, где можно. Так и покажите их. А здесь тоже люди пыхтят. Причем пыхтят для каждого. При этом здесь экономят ваши средства. Но чем вам это, не в радость? Расскажите мне, пожалуйста, есть ли у вас машина газовая? Ну, есть. Второй автомобиль у меня Chevrolet Niva. Езжу только на газу. На рыбалку, любое дело. Клево. Да, экономия, в принципе, в два раза. Даже больше. Вы себе решили поставить четвертое поколение, правильно? Да. Естественно, у вас не тот результат, что у меня. У меня большой двигатель, и, естественно, экономия чуть больше. Но, тем не менее, за сколько вы можете оправдать установку газового оборудования? С моей ездой, я думаю, примерно два месяца. Клево. Вот оно. А дальше просто прибыль получается, так ведь? Получается, что так. Уже работаем в плюс, ездим в плюс. Работаю на машине постоянно. Только за счастье, за радость. Да клево-то заливать газ. И все понимают, что радость. Когда вы сразу понимаете, сколько топлива вы бы возместили. Вот, к примеру, я проехал 5 миллионов километров. Знаете, сколько это по нашей цене? 3 миллиона 600 рублей. Как оно? Сердце кровью защемило. Вы въезжаете? Вы понимаете, куда мы деньги тратим? На газуну полтора. И можно было бы сразу понять, но понимаешь, после. Ребятушки, денежки-то считать надо. Да. Прежде всего, я сюда отправил свою машину. Вы машину сделали, и человек получает, ну, сногсшибательный результат. Вам огромное спасибо. Где вы находитесь? Ну, чтобы люди поняли. Мы находимся, то есть, по Гагарина едем вверх, не доезжая к красной станции. Поворачиваем налево. Ну, и проезжаем 300 метров. И вот здесь вот мы находимся. А много людей из гаражно-строительного кооператива к вам едут? Очень много. Большое место и к вам ездят, да? Да, они, то есть, им здесь близко, удобно. То есть, подъезжают, мы их консультируем. И устанавливают? Да, и устанавливаем автомобиль. И вот теперь надо понять, сколько человек экономит просто в деньгах? В деньгах экономят, ну, практически 50%. То есть, ну, расход газа и расход бензина идет одинаково в автомобиле. А по цене, то есть, газ, стоимость газа идет в половину, чем бензин. А вы знаете, я, по-моему, побольше экономлю, потому что у меня большие двигатели, да? И когда эти большие двигатели ездят на улице, то экономия становится в три раза. Потому что у меня раньше был расход топлива, я тратил 15 тысяч, а теперь трачу 4 тысячи за месяц. Не, ну, да, это так. Потому что на больших автомобилях с большим объемом чувствуется разница, потому что расход идет больше. То есть, по деньгам намного больше выходит. А сколько стоит у вас газовое оборудование, ну, к примеру, на 4 горшка? На 4 горшка, если машина карбюраторная, то есть, цена идет от 10 тысяч. А, халява. Да, а если инжекторная, то есть, там ставится новое поколение, 4-го, там цена идет от 20 тысяч. В зависимости, что хочешь собственник там, допустим, какое оборудование установить. Все это зависит от этого. Вот так и я понял результат. Мы ставим себе газ. Я много вам показывал газовиков, да покажу и больше. Если, может быть, кто-то и не понял, то вы поймете, что лишние 400 долларов или 12 тысяч в месяц как-то помогают прохилевшему бюджету. Мы в каком-то странном пути находимся. И только я, и только я для вас объясняю факт. Поставив газ, вы часть денежных средств возвращаете в семью. И теперь понятен результат. Мне абсолютно без разницы места. Я раскручу любого. Конечно, бред сивой кобылы о том, что читают газеты. Нет. Телевидение рулит. И место-то оно раскручивает. А если это место родное с детства, то почему бы и нет? Профгаз. Они здесь пока еще недавно, но результат будет. Они работают на благо города, точнее на благо каждого. Работают на восточном входе в гаражно-строительный кооператив «Металлург-3». И в принципе-то делают все верно и для любого. И вот вы поймете, 6 лет назад ставили везде первое поколение. Да и его и сейчас поставить можно. Это там, где газ смешивается с топливом. На входе. Да, конечно, геморрой, но и цена. 10 тысяч и расход-то тот же. Единственный косяк – переключать тумблер и сливать кокс из газа. Но вы можете заказать четверку. Меняете фильтр, а лучше здесь, и не паритесь. А париться пусть бензиновые станции, кои вы будете объезжать. Я, конечно, мог бы вам объяснить, используя компьютерную графику. Но на компьютерную графику требуется время. Но с другой стороны, вы и так должны понять, где я нахожусь. Чтобы было понятно, «Металлург-3» – гаражно-строительный кооператив. Как сюда заехать? По сути, в «Металлург-3» можно с двух сторон заехать. Можно в него заехать со стороны Гагарина. То есть от меня до Гагарина метров, наверное, 300. То есть по Гагарину. Едете, 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 два поворота налево. После того, как вы проехали вышку телевизионную. Но есть и другой. То есть можно заехать с улицы, я не помню, как она называется. Лесопарковая сзади, 250 метров. Это вот промежуточная улица. И вы заезжаете, и вот сюда проезжаете. Сюда проезжаете для чего? Так вот про то я вам и говорил. Про газовое оборудование ставите, ездите дальше. Причем четко экономите.